С плотинки, десантники, торжественным маршем в сопровождении военного оркестра переместились на площадь советской армии к мемориалу «Черный тюльпан». В 11 часов утра официальная часть праздника открылась торжественным митингом. ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНИКОМ ЯЗЫКЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНИКОМ ЯЗЫКЕ Сразу же после завершения торжественной части свое искусство на площади советской армии, искусство владения рукопашным боем и боевым оружием продемонстрировали бойцы Азбестовской бригады спецназа воздушно-десантных войск, специально прибывшие на юбилей в Екатеринбург. Было все. Пожалуй, кроме традиционного «Кто видел смерть, тот знает нас». Мы называемся спецназ «Бить я бутылок от головы». На то был специальный запрет командования. ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНИКОМ ЯЗЫКЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНИКОМ ЯЗЫКЕ Поржественные части показательного выступления спецназа ВДВ завершились церемонией возложения цветов к мемориалу «Черный тюльпан», после чего все желающие смогли разместиться в специально подготовленных автобусах и разъехались по кладбищам, навестить могилу погибших товарищей. К трем часам празднующие десантники начали стекаться обратно на площадь советской армии. В 16.00 здесь должен был начаться концерт. Запланированы были выступления ветеранов ВДВ с авторскими песнями, а с 20.00 специально приглашенная из Москвы группа «Дюна». Однако сразу что-то не заладилось, не было фазы, долго не могли разобраться, кто за это отвечает и где-то самая розетка с 220. Сцена стояла пустая, впрочем, гуляющий народ это не расстроило, они активно развлекали себя сами, как горячительными напитками, так и песнями с поздравлениями. Надо сказать, что сегодня днем десантников на площади было явно меньше, чем в прошлые годы. С чем это связано, сказать сложно, однако меньшее количество отдыхающих отмечали и парашютисты, прыгавшие утром в исторический сквер, а им, как говорится, сверху видно все. Декс, слушай, что-то вот ожидали, что народу будет больше. Думали, вообще никого нет. Ближе-то подлетели, вроде как. И, видать, Красную армию-то. Так, ничего, напахнет неплохо. Вполне возможно, ликующий народ попросту предпочел разъехаться по домам и там уже предаваться выпивке и явствам. Или же, спасаясь от жиры, разъехался на луну природы. Впрочем, некоторые десантники загорали сегодня прямо там, на площади Советской армии. Те, что остались, отдыхали вовсю. Кто-то пытался прокатиться на лошади, а потом ездил на товарищи, кто-то осел в летнем кафе за бутылочкой, кто-то пел песни, кто-то спал, кто-то выпивал. Трезвых, конечно, было мало, но на то и праздник. Зато все были веселы и готовы обнять весь мир. Всего самого хорошего, самого лучшего. И самое главное, чтобы наши купола открывались только в мирное время. И чтобы наши автоматы никогда не стреляли в мир их людей. Привет нашим родителям. Они нас ждали, ждали. Мы ради них старались, старались. Привет, мама и папа, привет вам. Всех поздравляю с днем. Всех поздравляю. И от всей души, от всей души. Всех, кто не вернулся, оттуда. Мы же именем в лет-катах, щит нашей Родины. Остальные лет-катах, шурупы на нем. К шести вечера народ на площадь советской армии все-таки подтянулся, заполнив тельняшками и голубыми беретами все пространство. Фазу нашли, концерт пошел. Дюна тоже приехала, но больше пели, конечно, солдатские песни. Единственное, во избежание различных инцидентов в 16.00 отключили фонтан. Во избежание, а то десантники, нет-нет, допытались искупаться. В Торе исполнителям десантники тоже исполняли. Людям с гитарами на сцене подпевала вся площадь. Людям с гитарами на сцене подпевала.